Девушки отдыхают Девушки отдыхают Прямо сейчас Стартует он с триумфаторами первого раунда Ребята Ну, с одними из триумфаторов Ладно, Кеос Смогли переиграть своего соперника Команду Комплекс А вот Астер Пришлось сложнее И они свой первый матч уступили С счетом 0-2 Поэтому сейчас Кеос идут с двумя баллами Соответственно, команда Астер Пока побед К сожалению Нет Теперь они фнатиком И вот стартует Такой же матч В формате best of 2 Соответственно, может быть Ничейный результат Может быть Будет победа Одной из этих команд Поглядим Посмотрим По-прежнему на этом канале Для вас работают Адекват И Морталис Дим, еще раз привет Привет тебе Привет зрителям ЦК появился Наконец-то В драфтах До этого Его исключительно Банили команды И вот на ФП Он залетает Что думаешь По Лешраку Первым пиком Это интересно В первой стадии Зашел Лешрак Непонятно На какой позиции Он будет находиться Он, конечно же Может быть В руках Вихи Будучи кор-героем Могут переделать Его в суппорт В какой-то момент Если по драфту Кор-лишрак Не так хорошо будет заходить Забавный При этом Я посмотрел Пики Хаус Там было Девять разных персонажей Только Эмбер Повторился дважды Был у них И Зевс И Кристалл Мейден И Баунти Хантер Про которого ты упоминал На прошлой карте В общем Ребята Очень разнообразно Пикуют Это должно Болельщиков радовать Я думаю Главное Чтоб работало Пока начали За здравие Начали Хоть и против Аутсайдера Группы Но тем не менее Вот сейчас Настоящая проверка На прочность для них Осталось 5 секунд Плюс ко всему Лишак В последнем обновлении В 7.21b Получил прибавку К ловкости За каждый уровень С 1.7 До 2.3 Вот так вот То есть на 0.6 За каждый уровень Довольно много Стоит отметить Посмотрим Посмотрим Как это поможет Лишаку Жить На прост сцене Пока убирают Джекернаута Банные Ну В принципе Довольно таки Логичные С учетом того Что Лайстиллер У нас в некоторых матчах Вообще В первой стадии Пиков отправлялся Его здесь убрали В первой стадии Что в общем-то Нормально Наверное Убрали Пангалера Найтсталкер Чем Пусть так Пусть так Надо сказать Это интересно Когда драфтов Наконец добрался Герой сильный Герой очень мощный Несмотря на нерфы Которые его коснулись В последнее время Все равно Конечно Можно использовать В качестве керри В качестве оффлейн персонажа Вот ты о нем Много тоже говорил В предыдущем матче Ты понимаешь ЦК тебе нравится Да и в миде Мне ЦК очень нравится Мне всегда он нравился А когда его бафнули Этот герой стал Появляться Наконец-то В драфтах Потому что Ну в прошлом году Его практически не было Весь сезон Периодически Всплывал где-то Но так чтобы На постоянной основе Никто никогда Его и не пикал Вот это усиление пассивки Оно сделало его Более сильным Да нерф его затронул Но нерф наверное Не самый большой Помнишь Мы с тобой комментировали Мальчик ЦК Вообще в миде стоял Или не с тобой И Он там даже линию выиграл У Кунки Он Кунку просто Уничтожил на лайне В том плане Что Кунка Обычно любит Харасить Вражеских героев Там Торрентами Какими-то попадать Постоянно тайтбрингерами Бить А ЦК Плевать на это дело Он просто стоит Отхиливается С пассивки После каждого Удара Мечом И за счет этого Он очень сильно Выглядел Один на один Однако Однако потом Потерялся Потому что были там Герои По мощнее И вся остальная Команда просила По сравнению с ним Здесь снова Эмбер Для Хаос И В этом плане Ребята себе не изменяют Третью карту подряд Они его берут И против ЦК Наверное не так плохо Против иллюзий Каких-то Да все еще персонаж Который в умелых руках Тяжело Его поймать Снова появляется тот парень Который разводчик Эмбер Спирита Ловил И сами Астар Как раз таки Очень сильно страдали От Шадоу Шамана В предыдущем матче Против фнатиков Теперь этого Шадоу Шамана Берут сами Против эмбер Спирита Вполне классный пик Хорошее решение Варлок? Это вообще что-то с чем-то С какого патча Вообще пришли к нам Кеос Интересно знать С какого года Варлок Вот это новости Забавно Забавно Орлюша появился Ну знаешь Я вот смотрю На пик Астар И Два саппорта Хоть и с хорошими способностями Но они настолько уязвимы Вообще Если до них добраться А эмбер до них доберется Лишрак до них доберется Варлок просто кинет В них голема И вот эти два товарища До них добегут И убить их вообще Не составит никакого труда Мне очень нравится Как драфтит хаос Мизери Вот что-то подготовил На этот турнир Очередь сил тьмы Запрещать героя И вивер Вот вивер Как мне кажется В этом патче Подвергся Чуть ли не самым Значительным изменениям Несмотря на То что патч очень небольшой Джиминит Атака Теперь дает дополнительный урон Аж 40 единиц Для вот этой второй тычки Это приличная сумма Да, это довольно много Главное учитывать То, что действительно Это вторая дополнительная тычка Которая вылетает Она с доп. уроном Да, плюс 40 На последнем уроне прокачки Осталось 5 секунд Интересный пик Ну, радует пока обе команды Да, то есть С одной стороны Лишак, Варлок Не самые популярные В патче персонажи С другой стороны Вивер появляется Немного апнутый Как это зайдет Ну, а касательно Кеос Ну, то есть, да Мизери, конечно, драфтит интересно Творчески К этому процессу подошел Но В случае, если это сработает Будем говорить Да, какой классный пик Какой Мизери молодец В случае, это вообще Если не сработает Если не проиграют Замин 15 Люди будут писать Ну, что за трошение набрали Какой Варлок Какой Лишак там был Что-то из такого Ну, так происходит всегда Абсолютно Ну, согласись Зрителю наверняка Интереснее смотреть Что-то новое А не то, что приедается Меняются названия команд Меняются игроки в них А пики одни и те же И дота очень похожи Становятся От матча к матчу Здесь же действительно Что-то новое И Вивер, кстати Вот, опять же Пик Вивера Мне тоже здесь безумно нравится Потому что Дизейблов на него нет От слова совсем Варлок без Дизейбла Лишрак Попади еще По этому Виверу Бремастер без Дизейбла Ну и Эмбер Все это блокируется Одним БКБ Даже после Голема Варлока Вивера за БКБ Вряд ли убьют Поэтому он здесь Может творить Все, что угодно В замесе Еще и Шадуфинт появился От Тиммастер В центр для Муша герой Все еще сохраняется Тенденция для Муша Что в этой команде Он побеждает исключительно На паке Если он играет на чем-то другом Кроме Пака Он не выигрывает Пока статистика именно такая У нее было исполнение На Эмбере На Медузе На Отволде Ваури На Снайпере На Тине В этой команде На всех этих героях Он проиграл Выиграл дважды на паке Пока такой расклад И смотри Пака Всегда оставляют Под первую стадию Банят только во второй И ни разу еще Астер этого пака В первой не взяли Потому что Есть герои Которых хочется Забрать раньше И под пака В любом случае Можно подстроиться И бояться Его Астер брать сразу А потом уже Руки не доходят Он в бан регулярно улетает Варлок был в этом патче Кстати всего один раз И выиграл Кто пикал Не скажу сейчас Смотрю только по героям Но он выиграл Так и это Ласт пиком Геро Оу Оу А мы ждали его От Абеда В предыдущем матче Знаешь Астер так ловко Избежали Скажем так Мипа В руках Абеда Хотя все равно проиграли Что нарвались В итоге Во втором матче На Мипа от Вихи То есть этот Мипа Он по факту Преследовал на протяжении Сегодняшнего Сегодняшнего целого дня Получается Команда Астер Да и вот сейчас Он появился Ну интересно Давай Виха Показывай Как это работает Как нужно исполнять На этом персонаже Мы рады видеть Мипа Мипа появляется Обычно редко Но довольно метко Ну вообще в этой группе Да командам Не позавидуешь Как правило Против двух этих коллективов Один бан под Мипа Желательно оставить Зачастую Ну да То есть какие-то вот Соло-таргетные цели Может поразить Вивер Шадоу Шаман Там например Да Ну если мы конкретно Против Мипа Ведем Персонажей Астер Шадоу Финт Ну есть Шадоу Рейзер Не знаю Хватит ли этого Про каста условно ЦК Тоже по таргет Тоже по таргету Бьет одному Ну непонятно Тем более что Мипа здесь будет Под големом В драке Зачастую Накрывать его Будет там Собственный Стан Лишака То есть те герои Которые будут окружать Мипа Они будут еще и Под станчиками Какими-то Под чейнами Эмбер Спирита В общем У Мипа здесь хватает Поддержки И сам по себе Персонаж Зашел в пик Ну хорошо Против героев Соперен Как мне кажется Мне тоже кажется Мипа здесь Симпатично смотрится И Мипа Будет стоять В центре Как я понимаю Чиф Фэн Пойдет в легкую На Эмбер Спирите Ну там видишь Еще Эмбер Может создавать Хаос В драке В то время как Виха зайдет Вторым темпом Так скажем И за счет этого Просто ресурсов На обоих Может не хватить Особенно действительно Учитывая Отсутствие какого-то Вменяемого У Европы Это СФ И это может быть Дисраптор Дисраптор Конечно Крутые способности Но не сказать Что они прям Огромное количество урона По площади Способны Нанести Да и в какой-то момент Могут столкнуться Астер с тем То что они вроде Все неплохо Скинут все свои нюки А этого дамеджа Может просто не хватить На убийстве Нужного героя Может быть Получится такой нюанс Ну хорошо К этому мы еще Может быть придем Уже в центре На Шадоу Финзе Против Вихи На Мипа Закуп Вот такой нынче Популярный Видимо На Мипа Пять Ренбренчей Плюс Танго Которые мы запулили Ну и хочет сделать Сразу Скинут Крупатив Пока в быстром закупе Так Что у нас по крайним Слишком сильный И Астер Должны будут Эту линию Выиграть При этом Ослабится Низ Там будет Один стоять Вивер Одному Виверу Будет вообще Наверное Некомфортно Здесь находиться Против Брюмастера Или Шака То есть должен Будет Суппорт Кто-то может Может Где-нибудь Рано Изучить И 70 маны Она теперь Всего лишь Стоит Вместо Сотни Те Как правило Ее качают Очень редко На старте Берут Шадоу Ворд И Фотал Бонс Явно Сплы Поинтересней Будут Начинается Душение Вихи Все Сразу же Понимают Астер На кого Нужно Добить В рамках Этой Карты Перемещается Бобоко В мид И такую Вот Даблу Будет Организовать Вместо Шадоу Финдом Ну Если Понятно Поначалу Нужна Помощь Чтобы Души Набить Он Играет Без Ких Обузов С Клок Фмда Например Вот Поэтому Все Сам Все Ручками Ручками И Бобоко Должен Помогать На Вихи Неприятно Бобоко И бьет С руки Больно Эзершок Тоже Очень Болезненный Нюк На первом Уровне Ну а Муши Должен 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 Добивать Муши А чё ж Только Одного Пока Добрал Так Хорошо Следим За Муши 2-1 Все В порядке 2-2 И эту Пачку Тоже Полностью Должен Забирать Все В порядке Смотри Бобоко Сверху Сверху Там Xxs Немного Погонял Ичфэна Тот Практически Без здоровья Пришел Мизери Похилил Ну и Xxs Будет Здесь Максить Свою Пассивку Оставляют Хфэна 1-1 Стоять Против ЦК И По-моему Это не Самая лучшая Идея Для ЦК Эта линия Получится Довольно Простой Он здесь Xxp Получает И не боится Вообще Ничего В исполнении Эмбера Ну все Так Да Но с другой Стороны Конечно Нужно Правильно Расставлять Приоритеты И то есть Можно Оберегать Сколько угодно Эмбер Спириту Но у тебя В центре Не фармит Мипа Не фармящий Мипа Плохой Мипа Как известно Поэтому Мизери Должен Будет Перетянуться В центр Не знаю Насколько Здесь Он конечно Будет Хорошим Помощником Ну какой-то Хил Может быть Какие-то Танго Выбивать Соперника Будет Ну вот Пожалуйста Дал Shadow Ворд На Обиху Хоть какая-то Помощь Но есть Всяко Лучше Чем Мипа Бо стоял Один И путешествует Мизери Посмотрите Он будет Курсировать Просто С верхней Линии В центр Из центра Наверх Хилки Кидать Своим Тиммейтам Как иначе Тогда Очень поздно Он голема Своего Получит Если На линиях Задерживаться Не собирается Так Здесь Shadow Шаман В инвизи Возможно Готовится Атака На Таво Или На Лешака Ну нет Уходит Бобоко В таком Случай Можно И По мипа Поработать Потому что Есть Вторые Кайлы Там Есть Шанс Сделать Первоубийство Сейчас На Вихе Давайте Посмотрим Бобоко Подтягивается Так Шеклз Найзершоп Тьмана Не хватает И Виха Просто Уходит Вот так Комбинацию Shadow Рейзов Нам Луша Тоже Не показал Хотя Маны Вроде Как Хватало На 2 Там По-моему Один В кулдауне У него Был Ничего Не перепутал Возможно Ладно Окей Не получился выход Хотя Конечно Шанс убить Снизу Там Пытаются Убить Лешрака Все-таки Атака Состоялась Лешрака Очень просто Убивают Вивер Под диаболиками До сих пор Страдает Шкучит только Через 3 секунды Но Он уйдет Тава здесь Не доберется До вражеского Кэрри 1-0 Разменяться Не смог Здесь тава В итоге Первая кровь Для командастер Для Сайлора Очень хорошо У Сайлора Старт по крипам Тоже приятный 17 на 4 Не самый лучший Понятный на карте Но отставание От топового Первого места В этой табличке Минимальное В порядке Если убийства Какие-то делать Будет У Вивера Совсем Все хорошо Опять в центре Выход И снова Бубоко Здесь И снова Виха Вынужден Куда-то Уходить Как-то Маневрировать Больше уже Сфокусирован На том Чтобы просто Не умирать Чем Добивать Большое количество Крипов И гнобить Шадуфинда В итоге Сф имеет Работал На 5 с плюсом Помог Муши И подгнобил Вражеского мифа Ну и вообще С крипстатами Сейчас все хорошо Астр Три героя В топ-4 Ну посмотрим Когда Виха Уйдет С линии В лес Насколько рано Он это сделает Можно ведь тогда Освободить Кому-то из саппортов Лайн В тот свою очередь Получит экспириенс Ну условный Мизери Для того Чтобы побыстрее Голем у него появился Ну так и поступает Вот Виха уже пошел В лес Да Здесь он Конечно Много увереннее Фармит Понятно Что это Нейтральные крипы За них Много денег Никто не дадут Но Может быть Какой-то даблстак Сделать А Виха Ну-ка 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 Так Контролим Сам в центре Клоном делаем Даблстак Папец Все Виха заработает Виха заработает Так Баунтирун Что по ним Большую часть Баунтирун Кажется Собирает команда Астр Три на один В итоге получается Пока действительно У Астр Старт получился Великолепный Когда у вас И крипстаты Хорошие на коргероях Когда у вас И первое убийство Сделано было На нижней линии Вивер поучаствовал В этом убийстве Соответственно И баунтируны Вы больше забираете В большем количестве Астр жаловаться Явно не на что Единственное Что конечно Я бы вот не стал Наверное Совсем Уж забывать Про мипа Который ушел в лес Очевидно Чем занимается сейчас Виха Он фармит Там стаки Вот эти нейтральные Всегда можно прийти Поставить туда Обсервер вард Ну там через ган Какой-то Ну или просто Может быть Заблочить спаун Какие-то важные В общем Играть как-то Против мипа На протяжении Всей начальной стадии А не просто Заканчивая линией Когда Бабок Помог И все Потому что Виха сейчас Будет разгоняться Ну вот Крипов там Количество Понятно Там Убитых чужих Практически сравнивается С Shadow Fiend Естественно Что у Вихи Большая часть убитых Это нейтральные Денег не так много Но тем не менее Темп он свой набирает И опять стаки Опять дабл стак Пожалуйста И все это Виха будет фарм Снизу страдает Пока что Того Нападение на него Очередное Того Может не уйти Культимейта У него до сих пор нет И того Возвращают Стан Не попадает Кингер Если бы попал По Сайлору Скорее всего Убили Он оказался По чужой вышке Приходит муж Эти вредим Shadow Race Там Живет Под Shadow World Да ладно Еще один Стан Мимо От Лишак Что совсем Там не получается Попадать Но при этом Вроде не умирает Хотя бы Бобоков Спину Эзершок Качественный Бобоков Ставит точку Хотя он продолжает Даже Ты была Запятая Будет теперь Пересчитывать Соперника Вот так вот Один второй И два убийства Благодаря Бобоке Который вовремя Пришел в спину 2000 преимущества Команда Astor Можно сейчас И катапультовые Вышки Постараться Сломать Все Все здорово А тофи Эмберспирта Пытаются подловить HFN ЦК Все на кулдауне На самом деле Был бы станчик Сейчас Можно было Попытаться HFN добивать Ну ладно Не вышло здесь Вот проблема ЦК Когда он качает Пассивку По максимуму Он очень поздно Добирается До высоких уровней Реалити рифта И соответственно Цеплять Часто героев Не может Кулдау Он невероятно Большой На первых Уровнях Это большой Минус героя А Виха Тебрежем Бушу обогнал Шадуфинда По фарму Уже топ 1 Вот только На пятой минуте Все было Не так хорошо Виха Пнетворос Ушел там Пятым-шестым Проходит Буквально Две с половиной Минуты И Мипа уже топ 1 И это Только начало Это герой Ну конечно Не как алхимик Но Примерно Тот же стиль Это Пойти в лес И нафармить Там очень много Вот сейчас Его могут Подловить И убить Хотя Вообще Ничего не боится Одну копию Хили А вторая Бьет Просто Шадуфинда Шамана Но на этом все Сф улетает Сбить телепорт Нечего В пятером Здесь вообще Кеос оказались В четвером Прошу прощения Снизу Бремастер Ну наконец По таймингу Сайлар Бежит Сайлар Инвиз Только через 3 секунды Избить телепорт Нечем Кингарди Вообще не идет Со станами Вот сколько я за ним Наблюдаю Ни одним станом Он еще и не попал Понятно что Вивер такой Ну Герой довольно скользкий Да Если так можно выразиться Он постоянно перемещается Он очень быстро бегает Под шокучами Тяжело попасть Но вот Под комбинацию С бремастером Под ветерки Наверное Можно пробовать В центре Там у него был выход Где он тоже Станами промазал Снизу дважды Станами промазал В общем Нужно подсобраться Кингарди Так Теренем Глимсу и Тава Под шадоу рейзы Муши Оставляет дальний Таль не использует Полностью прокастовался Глимсу уже нет И Тава убить не смогли Довольно толстый персонаж Как ни крути Есть дикий Есть и брейсер 1200 здоровье Не попал там по моему Муши одним койлом И шансов убить не было Здесь Бремастер очень Мне кажется Будут зависеть От двух ультимейтов Дайер Во-первых Голем Огромный кулдаун 170 секунд Ну и бремастер 140 Более двух минут Ждать А без этих двух ультов Команда Значительно слабее Так то что Трень же Преимущество За астр Оп Прикинь Сцепляет Xxs Есть уже Драма Фейндженс Такой Боевой цк получается И разворачивается Сцепляет Сцепляет В клипс Пытается Пытается Наконец Естественно Естественно Димейтов Димейтов рядом Нет Там Шадоуфинт Просто Развлекается Он Летает В воздухе Где-то Подтягивается Муж Как можно Поближе Федрира Нашли Федрира Также Нашли За вышкой В лесу Но нет Ману И Чифена Ничего Он здесь Сделать Больше Не способен И есть Еул Пожалуйста Реквием Который Успешно Был Задоджен Все Все Гениальное Просто Триплкил Для И Чифена Еще И Дисраптор Остался Рядом И не стал Убегать Да Еще один Есть нюанс Для команды Астр Вивер В соло Умирает От рук Квихи И Виха Реализовался Блинк На верхней линии Тем временем Пока Вот эта драка Происходила В центре Да И Муша Который Купил Юл Пытался Нам показать Как это Использовать Получилось Плохо Но хотя бы Получает Компенсацию Небольшую Компенсацию В виде Варлока Но в целом Конечно Ситуация Прям совсем Плачевная Получилась И драку Проиграли На топе Вивера Отдали Все Получилось Ужасно Такой важный Триплкил Для ИЧФ На Барабан Есть Великолепный Темп Будет поддерживать По фарму Да Он уже На третьей Позиции Обогнал ЦК Обогнал Вивера ИЧФ Молодец Вот одна Еще одна Проблема ЦК Он слишком Медленно Фармит Как бы Хорошо Он не Отставил Линию Сколько Он не Наубивал Но Любые Герои Которые Способны Быстро Зачищать Лес Они всегда Нафармит Быстрее ЦК Объет Только Соло Таргет И он Как правило Не собирает Себе Баттлфьюри В следствии Чего Фарм Его Не возрастает Ну Газ Септер Тем временем Есть у Вихи Вазерил Классическая Сборка На мипа Так Ну и смог Прожимает Будет выход В центр Опять попытается Сайлора Сейчас убить Сайлор 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 Куча Оп И его накрывает Здесь сетками Таймлэпс удачный Опять станом не попал Кинг РД Тут мимо сетка Сайлор Шикучий Бежать Неужели выживет Да Кажется выживает Здесь Снова не получается Лишь оказывается Цепить соперника Там теперь на топе Вышка падает Стоит здесь Мизери Есть Хаотик Офринг Неплохо На ремнантах Полетели дальше Тауа Клэп Ну получает Простатик Шторм Это наверное Не так страшно Станк 2 секунды От XS Чтобы просто спасти Себя и свою команду Виха в погоне Сетки раскидывает Есть глимсы Муши постарались Зацепить Виха идет до конца Сетка появится Прямо сейчас Мажет Не XS Принимает на себя Все внимание Чтобы ушел Эдмитер Пайбэк даже От Бобоки Вот так вот И гонят Гонят все равно Дальше ребята Из Кеос Пока работает Праймал сплит Зацепили Таки ЦК ЦК там в кустах Ну надо пожить Еще немножко Астер Может быть удастся На развороте подраться ЦК дерется До последнего Виха снова здесь Делают этот минус Дизраптор подставляется Под ветра Дизраптор Виха остался Немного сам себя заблочил В следствии чего Получил урон от Муши Лишнюю тычку И Муши теперь С ультимейтом Неплохо И того так же Можно наказать Хороший ответ Да ну Обнагрели ее Конечно Кеос При наличии Тир-1 Куда-то запекают Там видят байбэк И все равно бегут Дальше Из-за этого Трех героев потеряли Что самое страшное Наверное То что потеряли Мипа Ну и трипл килл Для Муши Она того явно Не стоила Ну Кеос как-то В этот момент Поверили видимо В то что они Намного сильнее Своего соперника Они могут позволить Себе даже Вот такие врывы Ну их вовремя И остановили Прямо скажем Теперь уже Кеос Так действовать не должно 9-9 2000 преимущество За командой Астер Пока качели То одна команда Хорошую драку проводит То другая команда Здорово отвечает Ну или шаг Кингарди Призыв тебе Соберись Он хочет купить Себе рот фото Чтобы стало проще Попадать своими станами Потому что пока Конечно Коэффициент попадания Он довольно низкий А все понятно Долго кастуется Стан Анимация такая Длительная Область поражения Может быть Достаточно большая Но тем не менее Хочется больше Удачных От Кингарди Ну знаешь Это удобно Когда у тебя есть Танк Который Работает Практически Наверняка Да и сила Дополнительный Интеллект В принципе Хороший предмет Который Кстати В последнее время Собирают Очень резко Билд он себе Кстати Выбрал Согласись Не самый стандартный Очень часто Берут Лайтнинг Шторм Лишаки Здесь Через Диаболик Это возможность Постоянно сносить Вышки После удачных Драк Ненамного Он медленнее Справляется С этой задачей Чем условные Варды Шадоу Шамана Ну если честно Кстати Вот из Танамента Проще попадать Когда у тебя Вкачана Именно молния Потому что Все таки Замедляет Сколько У таких Именно Корли Шаков Выигрывали Линия За счет Того Что Именно Второй Первый Треть Вкачали Здесь Молния Тяжеловат Конечно Но ставится Вард Между Выше Сейчас Здесь Вся Команда Кеос Практически Готова Нападать И Дезратор Сам Приходит Плапок Драгу Моментально Уничтожает И будут Забирать Вышку Там Тем временем Мушек Купил Себе Кстати Уже Блэкинг Бар Да Тот Три Плкил Ему Явно Помог Собрать Побыстрее Этот БКБ Теперь Посмотрим Сколько Хорош Это БКБ В деле Сейчас В центре Было бы Неплохо За Тавр Конечно Подраться Но Никто Не Торопится Идти Вперед Дизраптора Не было Вайбека У него Тоже Не было Соответственно Без статик Шторма Принимать Драку 5 на 5 Да В той ситуации Даже 4 на 5 Получается Мизери Снова Готов Скидывать Хаотик Офринг Киос Вроде бы Отошли На самом деле В лесах Здесь остаются Они ждут Опять Какого-нибудь Загулявшего Дизраптора Который Подставится И снова Погибнет Натопите Временем Вивер Сэмбер Спереда Дерутся Все на верхней Линии Есть смок Команды Рэдин Икс Сам Подогр Клабом Пока Без БКБ Ночь Хочет Начать Драку От соперника Здесь уже И след Простыл Но правда Остается Вихо Вихо Да Вовремя Вовремя Среагировал Блинг И ушел Но правда Исподловили Все же Смогли Найти Там Раскайловка От Муши И еще Объясни Через Ультимейт Ультимейта Возможно Не будет В следующем Файте Ну пока По прежнему Хаус Не торопится Никуда Они верят Своего Мипа Мипа Для начала Этериал Блейд Нужно вынести Который Вот-вот Появится Брюмастеру В идеале Приобрести Блинг До следующей Драки И вот Тогда уже Можно что-то Пробовать Что с другой Стороны Появится В ближайшее Время Там БКБ Будет ЦК Два БКБ И физического Урона Мне кажется Недостаточно Удар Потому что Вивер тоже Делает Бакенбар Ну это сильно Ну это пробить Очень тяжело Ну понятно Все еще Конечно Хаотик Уфринг Какой-то Сверху Может упасть И зафиксировать Соперника Даже Сквозь БКБ Но правда На очень Очень Продолжительное Время Вот пока БКБ Нет Наверное Есть смысл Кеоста И подраться Показать Как у них Эти магические Прокасты работают Пока у них Работает Эмбер Спилит С молниями Да Смушу Уже стало Намного Труднее Пока Этого Еще не Оценили Кеос Может быть Сейчас Оценят Да Цепляют Поднимает Юл Тут ЦК Пытались Ультимейт Статик Шторм Ставится На Шадоу Рейз Как Может Снова Слейт Оф Фист И уходит Уходит Бубоко Здесь Расхвестовался Дал Барды Поставил На Мизери Мизери Пока Хаотик Офрик Не сбрасывал И выживает Кстати Мизери Добить его Было Нечем И Рейдинды Приняли решение Вообще Здесь Не драться Хоть и Нажимали Блокинг Бар На Шадоу Финди Но Не было Рейквима С другой стороны Не были Полностью готовы Кажется Астр принимать Эту драку Ну и на Рошана Сразу Заходит Кеос Но Теперь Нужно Реагировать Только Как Вопрос БКБ Убуши Нет Рейквим Появится Конечно БКБ Тяжело Его грамотно Расхвестовать Бегает Сайлер Хоть какую-то Развег Хоть какую-то Информацию Неужели Так Просто Сопернику Отадут Рошана Да И Вот С формы Только Сейчас Полетели Уже Очень Поздно Это Един Для Кеос Ну В частности Для Вики Конечно Зайти Быст А Шторм Дать Да Да В БКБ Забежать Можно Было Было Всю Команду Там Оставить Но Действительно Рошан Достается Дайр И Вот Дальше Они Могут Немного Поконтролировать Игру Могут Затянуть Если Потребуется Очень Много Кстати Киллов Самая Пожалуй Динамичная Карта В Группе Б Среди Матчей На этом Канале И Карта На которой По-прежнему Очень Тяжело Предугадать Победителя Что Не может Не радовать Ну и На Т1 Пошли Наконец Сахеус Быстро Ее Снесут Будут Ли В этот Раз Реагировать Астр Или Снова Отдадут Вроде Бегут В ту В сторону Не очень Удачный Вард Сейчас Поставил Варлок Стоит СН И Опс Вард Погасно Половит Но Тавар Отдали Лучше Сделать ТТП Конечно Поздно Может В погоне Какую Будут Бросаться Я не Уверен Просто Что Астр Нужна Это Драка Против Аегиса То есть Мипа Убивать Нужно Дважды Один Раз Это Сделать Проблема Есть Смысл Принять Драку Тогда Когда Аегис Будет Заканчиваться Это Идеальный Момент Поэтому Просто Пока Фармим Да Конечно Кеус Действует Чуть Активнее Просто Потому Что У них Есть Возможность Действовать Активно Играть Первым Номером Сейчас За счет Аегиса Где-то Какие-то Вышки Наверное Будут Пытаться Ломать Цепляют Эмберспирит Оставляет Ремнант Поднимают Ветра Статик Шторм Рега Мав Солса Эмберспирит Разворачивается И погибает Подловили Как-то Эмберспирит Сегодня Игра Не идет На нашей Трансляции Что Муж Бедняжка Мучился На своем Эмбере Его Ловили Убивали Сейчас Эмберспирит Тоже Подвергается Всяческим Нападкам Ну Подожди Эмберспирит Эмберспирит Сегодня Не проигрывал Так Что Все Только Начинается Так Сайлор Сайлор Вихрь Рядом С блинком Пошел Блинк И Сайлор Не уходит Отсюда Не выпускают Его из дизыбла Как и на Эмберспирит Находится контроль Так же Находится контроль На Сайлор Ну Вроде Тоже БКБ Собрал Попробуй Успей БКБ Нажать Когда На тебя Мгновенно Врываются Начинают Избивать Неприятственно Ну Что По фрагам По одному Сделали Вот Последний раз Несколько минут И Не знаю Где-то все равно Я думаю Дайр сейчас Должны подобраться К тир-2 тавру Какого-то Не знаю Может быть по низу Все-таки Есть четвертые диаболики Есть аягис Надо это использовать А смещаются вниз Хаотик оффринг Все еще готов У мизери Да Завладели полностью Территорией чужого леса Сейчас Астр вынужден Отбивать Где-то мид Идти на топ Да Вот в этом дополнительном лесу Какие-то деньги получать Муша нацелился На покупку Бабочки Есть иглосонка Уже есть квадрстав Упадает Талисманов Авэйзен Немного ЦК Хочется делать себе Блинк Ну фармят Фармят Коргероя То есть и виверы ЦК и СФ Должны набирать Свои артефакты И на плотность На статы В том числе И на урон Естественно Которого тоже Будет нужно Много Чтобы пробивать От формы Безумно Мипа Ну а Мипа Безумно Сколько людей Пыталось И сколько На этом Погорели Мне кажется Что Астар Просто забыли Вот на самом деле Просто забыли Я не знаю Кью там за спиной Стоял у Астар Когда они драфтили Там или тоже Бернинг в том числе Был Потому что там Номинально вообще Два тренера У них и Кью Бернинг Но как-то вот Против натиков Они помнили Мипа банили А против команды Кеос Даже об этом Мне кажется Не подумали А зря Как мы видим Игра нам это показывает То что Мипа сейчас Главенствует 18 тысяч над форса Что у нее там еще куплен Тараско Выходит во второй Из Ариал Блэйд Все в порядке У Вихи Так Ну и ловит соперника Пытается в таком случае Вот он Сайлор Сайлор мимо пробегает Поймать его здесь Не получилось Ну чтобы ловить здесь Вивер Конечно Нужен Мипа Сетками Сайлор Круто потос Но уходит Через таймлэпс Нужно отступать Аегиса нет Следующий Рошан Ну может Довольно скоро Появиться Для надежности Можно и подождать А можно и доломать Т2 В миде Почему бы и нет Там произойдет довольно быстро С диаболиком На колешак Медленно Подбирается к вышке Сэф Развлетелся Эмбер спирит Все это видит Подставляется все равно Под кекс Пуджи Стан Трехсекундный Залетает Хаути Кофринг Чтобы просто помочь Своему Чифону жить И он живет Кажется Ингреди мало Здоровья остается Племеркей прячется Нам тем временем Суппорта гоняет Финрир делает это Тава На своем праймал сплите Лешак все-таки погибает Финрир все не может Добить премастер Мало здоровья остается Добивают Варлока Без суппорта Постались То Мипа подключается В войну Сайлор был убит Погоня пошла за ХХС Виха Одного за другим Будет цеплять Здоровый ХХС БКБ нет Как жить Непонятно Шизуфин дал Нарико Мофф Солс Пытается Тава разобраться После его ультимейта Неплохий шеклс От Бобоки Но что делать с Мипом Про него Совсем забывайте Муж Вот такое решение придумал БКБ это паут Чуть было в этом блокинг баре И не убило Но в итоге Да ХХС здесь И Мипа Сделал свое дело Просто одного с другим Убивал Пока команда впитывала По итогу У каждого Мипа По 2700 здоровья У Астер Нет ни одного героя Таких показателей И 2700 здоровья Ну нереально Просто нанести В одну цель При том что там ведь Есть еще несколько героев Которых тоже надо контролить Как же уверенно Они играют Просто безумно круто И плюс Рошан Через 2 минуты А действительно Видна легкость В исполнении Команды Кеоса То есть дождались Нужных артефактов Одна хорошая драка И вот после нее Вот как раз внизу Ну Астер Просто ничего не могут сделать Уже элементарно Не хватает ресурсов Чтобы законтролить всех Слишком много времени Тратится на Бремастера Сколько они лежака Это погоняли Сохран выживал Эмберспирь Так и не запусили до конца Хотя вроде бы Цепляли изначально Именно его А про Мипа Я уж даже не говорю Сф вроде бы здорово Все сделал БКБТ паут Пошел вниз отбивать И вот Мипа на крыло Убил Он без байбека Муша теперь отдыхает Кеос забирает цветы Не забирает внешние вышки Вот теперь надо добираться До других сторон И заканчивать Сто игру в свою пользу Наверное Кеос уверен Скорее в 3-й карте Скорее всего Так и произойдет Очень легко Все получается И я думаю Что Может дождаться Просто 2-х ультимейтов Ключевых И пойти 40 секунд до голема О да Горь Ключевое Ключевое Голем У него имеется Цепляют Мушу Мушу БКБ Бежать БКБ Бежать Ставятся варды Просто защитные варды Там даже не пытаются Драться ребята из Астр Просто варды Оставили ему Это остановит соперника Но нет Соперник это не остановило Потому что Бубоку зацепили У нас 2 саппорта Еще и ЦК Оказывается Вот здесь Мезерел Тоже БКБ И тоже бежать Столько ресурсов Просто чтобы выжить Было использовано Как драться Теперь Не имею ни малейшего представления Я думаю Команда Астр тоже И вот эти 2 Слабых Уязвимых саппорта Полторы секунды Надо Чтобы каждого из них Убить Причем Не важно Кто их цепанет Там всегда Команда подтянется И развалит Абсолютно Они себя Не проявили С лучшей стороны К сожалению 3.8.1.6 Хотя там У всех смертей Огромное количество Ну и вивер 0.4.6 До пика мипа Он казался Очень неплохим А потом Появился он Правда Салат какой-то Незаметный в этой игре На вивере Вот Вроде есть Вроде выворачивался От станов лешака Всю игру А это абсолютно Не помогало ему Конечно Делать убийства Какие-то Ну и в драке Не выглядит Каким-то грозным оружием Этот вивер Любая сетка Либо там БКБ Таймлэпс И бежать Либо ты умираешь Таких вариантов нет Разбирают центр Тем временем Киос Остается последняя Только верхняя линия Вот он смог Последней надежды От Астер В преддверии появления Рошана Попытаются Навязать здесь Какую-то драку Давайте посмотрим Есть Хаотик Офринг Кстати говоря Уже Ну кучно держится Киос Сейчас они будут готовы Если что За своего тиммейта Вступиться Вот он Виха Сайлор его находит Или это Виха Сайлора находит Непонятно Ставят в центре Пытаются Виху зацепить Останавливают пока Дизраптора Драка делится Несколько частей Вот он муж Реком оф соус Кажется сбивается Да Муж еще раз Его раскручивает Но урона Просто не наносит Шаду Шаман погиб Хекс получает Дальше Шаду Финт Сетку сверху Ну вот у одного Мипа достал Тысяча здоровья Кто эту тысячу урона Нанесет вопрос Сайлор потягивается Может быть он Да нет Он тоже не может Просто погибают Один с другим ГГ Я 1-0 В этой серии От команды Трипл хилл Бай Вифов Сходите Ну что легко Уверенно просто Ластник заезжает Мужная американская Дота Пожалуйста Растут конечно Ребята С каждым месяцем С каждым турниром И Каждым разом Все увереннее И хладнокровнее Выступают Ну по факту Они сейчас Таких именитых игроков Вынесли вперед ногами В этой карте Что те Просто ничего Не сумели показать И Скажи об этом Там год назад Полтора Все бы посмеялись Сейчас это выглядит Вот так просто Для них Отличная победа Это третье очко Для Каос Кеос И дальше соответственно Им буквально осталось Пару карт выиграть Чтобы обеспечить себе Как минимум Не вылет С турнира На самом деле Мало команд Из топ-16 Наверное Даже из топ-20 Мира Кто еще не вытирал ноги От команды Абстер Начиная с Чунцин Мейджора Потому что Сколько их там получается Они Три там матча А два матча проиграли Три матча проиграли Ребята из Астера Не выиграв ни одной карты То есть По ним проехались ТНС По ним проехались Команда Лайонс По ним проехались Ребята из Вилджиниусы Астер Приезжаю В Катовице И сейчас Фнадики Тоже попробовали их на вкус И теперь еще и команда Кеос Страшно представить Что было делать Например те же Астер Почти Виртуз Про Сикрит Ликвид Ну короче Вы поняли Ладно Не будем о грустном Друзья Действительно будет еще одна карта Может быть там Все-таки Подопечным Бернинг Удастся показать Хорошую Доту Хороший пик И выиграть Хотя бы сегодня Один балл Потому что Заканчивать день С счетом 0-4 Это настрой На вылет Из групповой стадии Прервемся на короткую паузу И скоро вернемся Прямой